Ежегодно в Щелкове отмечают День памяти нашего земляка Андрея Юбко. Во время служебной командировки в Чечню в 1995 году он совершил подвиг. Мы не раз были свидетелями того, как вспоминали своего бывшего ученика-преподавателя 10-й школы, где в начале апреля всегда проходит торжественная линейка. Здесь есть мемориальная доска в честь Андрея Юбко. Сюда обязательно приезжают ветераны Межмуниципального управления МВД России «Щелковская», в котором до своей командировки в Чечню нес службу герой. В этом году в связи с пандемией коронавируса привычный формат Дня памяти Андрея Юбко решили изменить. Ветераны полиции и учащиеся школы номер 10 проводили торжественные мероприятия раздельно, но при этом была организована совместная интернет-трансляция. Одновременно для всех проходила минута молчания. Ветераны пошли в память погибших минуты молчания. То, что совершил Андрей Юбко в последние минуты своей жизни, спасло танкистов загоревшегося под обстрелом террористов танка. Старший сержант из «Щелково» во время эвакуации экипажа, подбитого боевиками танка, вызвал огонь на себя. В этом бою пуля снайпера нанесла Андрею смертельное ранение. Конечно, тяжелая эта утрата, но мероприятия проводятся для того, чтобы на этих примерах, конкретно на примере с Андреем Николаевичем, воспитываться наше молодое поколение. Тут ветераны присутствуют, которыми довелось именно вместе с ним работать. Плечо к плечу мы с ним работали. Это был просто-напросто, ну, я не знаю, жизнерадостный человек. Он любил очень жизнь. Андрей Юбко за свой подвиг был удостоен правительственной награды Ордена Мужества. Ему этим летом могло бы исполниться 59 лет. На день его памяти традиционно приносят целые корзины алых гвоздик. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.